Девиз благотворительной акции «Беги на пульсе добра». Забег приурочен к празднованию Международного дня защиты детей. В нем приняли участие более двух тысяч жителей Подмосковья. Среди них воспитанники детских домов региона. Дистанции забега 1,5 километров. Эта акция проводится в Московской области уже во второй раз. В прошлом году забег «Пульс добра» принимал у себя Сергей в посад. В этом он прошел на территории парка Мещерский в Одинцовском районе. Нам очень нравится идея этого забега, благотворительность, а потом спорт в массы. И очень хотели бы поддержать детей из детских домов. Во-первых, это очень интересно. Друзья, музыка, все вместе приехали, получили какое-то настроение. Хоть и погода немножечко подвела, но все равно очень весело и позитивно. Мне очень тут нравится, очень уютно. Тут есть женская раздевалка, мужская раздевалка, есть где укрыться. Участников мероприятия ждала увлекательная программа. Ярмарка поделок детских домов Московской области и выступления участников проекта «Голос». Известные спортсмены, актеры театра и кино, общественные и политические деятели решили внести свой вклад в благотворительность. Среди них Альберт Демченко, Николай Зимятов и российский лыжник, член национальной сборной Александр Легков, который перед началом акции провел олимпийскую разминку. Президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Багдасарова рассказала, что цель забега «Пульс добра» заключается в том, чтобы дать каждому желающему шанс совместить полезное занятие спортом с возможностью внести посильный вклад в решение социальных задач. Я всех приветствую сегодня в парке Мещерском. Спасибо большое за то, что вы откликнулись на наш призыв поддержать и стали частью благотворительного движения «Пульс добра». Я желаю всем хороших результатов и отличного настроения. Все средства от забега пойдут на обустройство сенсорной комнаты коломенского детского дома-интерната подопечных фонда «Исток». Новые технологии помогут детям с нарушениями развития интегрироваться в общество. Организаторы надеются, что это мероприятие станет доброй традицией Подмосковья и будет объединять все большее число людей.